так отлично всем здравствуйте видео включено микрофон включен подождем еще буквально пару минуточек пусть люди еще подсоединятся к нам подключаются сегодня ознакомился с вопросами в чате вот и постараюсь на них максимально ответить по поводу значит выписал вопрос по поводу техник да по поводу заболевания легких все эти вопросы мы сегодня с вами осветим так ну в принципе потихонечку начнем да значит сегодня у нас тема с вами легкие вообще тема достаточно интересная тема достаточно обширная с чего бы я хотел начать всем вам наверное знакома такая фраза дух переполняет да есть еще другая фраза дышать полной грудью да жить на полную жить дышать полной грудью неоднократно вы наверное встречались с такими словами либо когда резко очень ну допустим вот я катался с дочкой на американских горках да в Сочи в Адлере и когда особенно резко тележка катится вниз да состояние такое что как вот дух переполняет ну понятно там законы гравитации и прочего но прежде всего у нас какая идет реакция реакция страха да реакция сдерживания и соответственно как сдерживать дыхание так вот что значит у нас психосоматика раз мы с марафон психосоматика да поговорим с вами психосоматики не хватает воздуха во всех смыслах духа души то есть нет возможности отвечать скажем за свою жизнь да вы не разрешаете себе жить не разрешаете себе дышать полной грудью такова психосоматика вообще по сути любых заболеваний дугочной системы то есть когда человек сдерживает себя не живет полной грудью не дышит полной грудью то есть это может быть разные разные блоки разные затыки достаточно легко их определить вот как раз прозвучал вопрос да как их определить задайте себе вопрос вот прям сейчас обычный простой вопрос разрешаю ли я себе взаимодействовать с окружающими и как я себе это разрешаю а насколько я себе это разрешаю а могу ли я просто подойти человеку и и свободно, допустим, задать какой-то вопрос. А буду ли я при этом стесняться? Могу ли я, допустим, обычному какому-то своему знакомому сказать, ну, допустим, вот, касаемый мужчин, да, как хорошо, допустим, выглядит женщина? Либо просто сказать своей знакомой, да. Я часто слышу, когда между женщинами идет такой диалог, да, там, допустим, там, Лен, ты сегодня так прекрасно выглядишь. Позволяем ли мы себе выражать эти эмоции? Позволяем ли мы взаимодействовать с окружающим так, как мы хотим? То, что идет из нас, изнутри. Следующий вопрос. Разрешаю ли я себе жить так, как я хочу? Лишать полной грудью? Не сдерживать себя, да? Не ограничивать себя какими-то, может быть, убеждениями, какими-то социальными рамками. А правильно ли я скажу? А правильно ли я поступлю? А что скажут другие, да? Это все есть взаимодействие, все есть коммуникация. Соответственно, эта психосоматика заболеваний легких, она, естественно, связана с горловым блоком, с блоком самовыражения. И в группе, да, прозвучал там вопрос, я читал выше, что я уже точно его не помню. Ну, сам факт того, что человек хочет заниматься, я так понял, пением, либо чем-то, да? И у него пропадает голос. Зачастую многие из вас наблюдали такую вещь, что когда вы начинаете переживать, ощущение такое, как будто вас кто-то держит за горло. Вот. Это опять же есть психосоматика, то есть непроявленность. Я по себе могу сказать, я проходил это, и в настоящий момент я тоже в себе это прорабатываю, что у меня был, скажем так, блок на проявленность, да? Ну, могу немножко, да, так, завесу тайны приоткрыть. Я в свое время служил в одной из госструктур. Ну, вот. Я проходил, скажем так, службу в достаточно специализированной структуре, да? Вот сейчас я уже как бы в отставке. И получается так, что там, ну, постоянно мы спрашивали, да, разрешение. Разрешите там спросить. Ну, кто служил, меня поймет. И, скажем так, постоянно давление вот это, да, субординации. Нельзя сказать лишнего. Постоянное сдерживание. Ни в коем разе нам были запрещены абсолютно все соцсети. Вплоть до того, что нам одно время запрещали, скажем так, мессенджеры, WhatsApp, Telegram. Об этом даже речи быть не могло. И, соответственно, это отложило, скажем, структуру, да, отпечаток, вернее, на дальнейшем моем проявлении. Называется профессиональная деформация, да, с точки зрения психологии. И я этот блок достаточно, скажем, усиленный, достаточно длительный период времени прорабатывал. Ну, и даже могу больше сказать, я до сих пор с ним работаю. И все время, когда я начинал что-то говорить, было ощущение такое, как будто вот как запирает. Как будто вот вроде бы хочешь сказать, и как будто воздуха не хватает, как отбышка начинается. Да, и, соответственно, начиналось ощущение такое, как будто тебя как за горло здесь делаешь, как будто комок какой-то. Вот это и есть блок на проявленность, блок на взаимодействие, на проявление себя, на взаимодействие с окружающим. Вот один из ответов, который прозвучал в чате. Как определить психосоматику? Намного, очень все элементарно. Вообще психосоматика, скажем, такая наука, которая, можно сказать, ее можно объяснить, скажем, более как интуитивно. Потому что она очень тесно, скажем, связана с нашей жизнью, и непосредственно она вплетена в нашу жизнь. Вот. Далее. Далее. Также, что может еще, скажем так, мешать, да, полноценной работе нашей легочной системе? Стыд, комплексы, страх. Это один из блоков тоже может быть. Страх на проявленность, стыд, что скажут. Почему-то, да, мы себя очень часто ограничиваем, мы стесняемся, допустим, что-то сказать, что-то спросить. Как вариант. Как вариант, то же самое может быть. Вот. Болезни, заболевания, связанные с заболеванием легких, присущи людям, которые не чувствуют в себе безопасности. То есть, они как бы более, скажем, остальных людей подвержены, да, вот этой чувствительности. То есть, им очень важна зона комфорта. И такие люди, как правило, скажем, в обычной своей среде, в среде там родственников, знакомых, либо хорошо очень знакомых людей, они чувствуют себя безопасно, и, как правило, проявления этого практически отсутствуют, либо отсутствуют вообще. Ну, так стоит им, допустим, да, пока попасть в незнакомую среду, человек начинает испытывать некие чувства дискомфорта, да. Вот я выступал один раз на нетворкинге, ну, я думаю, вам знакомо, да, такое мероприятие, когда собирается, скажем так, группа людей и обсуждают какую-то определенную тему, приглашаются спикеры и прочее. Так вот, я был приглашен один как из спикеров, и получилось так, что, да, я, скажем, выходил на сцену и говорил. Я скажу честно, я признаюсь в этом честно, да, меня перехватило дух, прям вот перехватило, да, у меня такое было ощущение, мне прям сжимало, мне стало резко жарко, то есть я стал испытывать, скажем так, такую легкую паническую атаку, да, меня немножко нервоз взял, и самое, что одна из таких ярко проявленных реакций была, я начинал говорить, и было ощущение, как будто мне не хватает воздуха. То есть я прям вот начал захватывать воздух. Вот, это, соответственно, один из признаков психосоматики. Вот, вот, как это еще можно задать, да, как можно в себе это определить, это очень важно. Проанализируйте в своей жизни, как вы реагируете на те либо ситуации, да, на те либо иные ситуации, ситуации, допустим, когда вы испытываете страх, когда вы испытываете ситуацию именно проявленности, коммуникации, не просто с близкими вам людьми, да, с которыми вам комфортно, с которыми вам спокойно, где вы чувствуете себя уверенно, а именно с людьми, которые вам абсолютно незнакомы, да, у вас есть, допустим, страх, что они подумают, какое мнение у вас, вернее, у них о вас сложится, да, и вот этот страх непосредственно взаимодействия, вы можете чувствовать как раз психосоматическое проявление, но сильно, как бы, конечно, безусловно, на психосоматику склоняться, это одно, но необходимо учитывать еще факты, да, какие-то сопутствующие заболевания, все-таки инфекции какие-то, да, могут быть тоже, ну, не все нужно списывать на психосоматику, ни в коем случае, необходимо тоже, скажем, да, скажем так, осознанно, со здравым смыслом, да, подходить, если есть какая-то определенная проблема, то непосредственно, конечно, нужно учитывать, да, в каком состоянии, какой мы образ жизни вообще ведем, может быть, у человека проблемы, допустим, с легкими, если человек там курит по две-по три пачки в день, да, сигарет, либо малоподвижный образ жизни, потому что человек может быть, скажем, абсолютно, здоровым, да, ну, скажем, есть проблемы с лишним весом и малоподвижного образа жизни, ну, само собой, если он поднимется по лестнице, там, не знаю, на второй, на третий этаж, тем более, если он сделает это достаточно быстро, у него появится отдышка, да, то есть эти факторы тоже нужно брать, но при этом человек может быть абсолютно открытый, никакой психосоматики и прочее, просто у него малоподвижного образа жизни, просто элементарный, хватает воздуха, то есть, опять же, эти факты нужно, да, здраво к этому подходить, ни в коем случае не списывать все на психосоматику, вот, и как раз вот в тему, да, я хотел бы ответить на ваши вопросы, очень прям, вопросы очень хорошие, благодарю вас за вопросы, они действительно очень интересные, значит, скорая помощь при инсульте, прокалывание кончиков мизинцев, медицинская глость, чтобы кровь вышла, ну, как бы, я к этому, лично мое мнение, я к этому отношусь отрицательно, вот, почему, что такое инсульт, да, ишемический инсульт, это когда идет, скажем так, как отмирание, отмирание непосредственно, да, какого-то маленького сосудика, микрокапиллячика в головном мозге, ну, поэтому, скажем так, прокалывание мизинцев, ну, я думаю, что мало чем поможет, вот, я слышал такую вещь, но, опять же, я за нее ничего не могу сказать, что кто-то там точки давит на пальцах, да, ну, это никак абсолютно, уверяю вас, не связано ни с инсультом, точно, поэтому я лично от себя, могу так сказать, раз вопрос-то озвучал, я крайне не рекомендую этого делать, тем более при инсультах, при инфарктах, и, как бы, повторюсь, что из практики, я могу сказать так, чем быстрее при инсультах, инфарктах, либо при каких-то острых, именно острых, да, появлениях, тех либо иных заболеваний, вы обратитесь за специализированной медицинской помощью, тем, соответственно, будет более легкий, скажем, да, выход из этого заболевания, и, скажем, менее степень тяжести, да, реабилитации будет наименьшая, то есть, именно степень восстановления будет более протекать, скажем, продуктивно и более в легкой форме, то есть, это важно обязательно учитывать. Так, практики определения блоков, причин, состояние, вот, дальнейшие способы работы. Я могу, допустим, еще такой блок вам сказать, очень хороший, помимо, да, того, что легких, как определить, есть такой еще очень распространенный блок, когда человек, допустим, закрытый, да, ему тяжело выражать какие-то свои эмоции, тоже, как бы, в продолжение темы, да, с легкими, все это взаимосвязано. Либо скрытая агрессия, да, скажем, сдерживает себе эмоции, недосказанность, опять же, да, коммуникация с людьми, скажем, не на должном уровне, да, не на том, на котором человек, допустим, хочет. Это челюстной блок, челюстной блок. Соответственно, если вы постоянно, да, я не знаю, не кушаете тяжелую пищу, которая требует усиленного прожевывания. Если вы не занимаетесь в тренажерном зале, да, вот я, допустим, когда в тренажерном зале занимаюсь, у меня привычка прикусывать, когда мне очень тяжело. Соответственно, у меня от этого спазм идет. Вот. Если у вас нету этого всего сопутствующего, да, то у вас будет челюстной зажим. То есть, как его определить? Вот здесь у нас проходит кость, и под костью, вот она с мышца челюстная. Вот таким вот образом. Потрогайте ее и посмотрите. Зачастую она прям вот крайне напряжена. Напряжена, и, скажем, в некоторых моментах, даже вот я по себе могу судить, да, иногда она бывает слегка болезненно, прямодавленная. А способы дальнейшей работы, соответственно, необходимо физиологически, да, как можно это снять? При открытой челюсти, открывая легкими движениями, мы можем ее спокойненько разметить. Вот таким вот образом, да, вот таким образом, вот так. То есть, это, скажем, такое краткое, краткое руководство к действию. Но не забываем о том, что любой психосоматический блок, любой блок в нашем теле имеет свойство возвращаться. Почему? Потому что существуют определенные паттерны поведения. Паттерны поведения, это привычки нашего поведения, те, которые заложены у нас в подсознании, те, которые заложены у нас в сознании. Вот. Если у человека изначально была, скажем, блок на проявленность, блок терпеть, блок, да, все в себе держать, недосказанность, то мы сделали физическую практику, да, нам полегчало, да, нам стало легче, да, мы, допустим, справились, но со временем блок вернется. Почему? Потому что мы не исправили первую причину, мы не исправили то, что вызвало, соответственно, этот челюстной зажим. Вот. Если не имеют конечности пальцев на руках, если не имеют пальцев на руках, да, да, безусловно, есть такое понятие, зачастую, когда не имеют, вот эти особенно два пальца, это максимальная проявленность, резинец и безымянный, то следует легко определить очень. Мы чуть-чуть шею вперед наклоняем и прям пальпируем, смотрим, какая мышца у нас здесь перенапряжена. Как правило, вот здесь сзади шеи будет перенапряжение, его будет в принципе несложно определить. Синдром называется синдром задней лестничной мышцы. То есть в этой области как раз у нас выходит лучезапястный и, скажем, здесь, когда он компрессирован, именно не пережат, а именно находится в состоянии раздражения из-за того, что мышца его немножечко, скажем так, как бы так правильно сказать, раздражает. Вот. И, соответственно, идет реакция у нас дальше. От степени здесь компрессии, соответственно, здесь будет больше проявленности симптоматики. Так, сейчас хозу и уже месяца два в спокойном состоянии, пульс более 150 и давление падает. Ожидание приступа. Значит, для объективности картины необходимо, прежде всего, учитывать степень заболевания, да, вот, потому что все-таки хроническое заболевание легких, как бы, оно несет определенные последствия и, скажем, структурные изменения. Вот. О чем вы уже прекрасно, да, знаете, разболеете этим. О чем могут свидетельствовать еще эти симптомы, да, помимо того, что вы описали? прежде всего, это свидетельствует панической атаки. О том, что вы ожидаете того, что случится очередной приступ. Это тоже, как бы, необходимо брать в учет. Вот. И вопрос, вопрос, вот, вопрос про морщины на лбу, отеки под глазами. Тоже очень интересный вопрос и, наверное, очень будет интересно, скажем, особенно женщинам, да, получить на него отек, ответ. Собственно говоря, задайте себе простой вопрос. Вот это все, куда девается, да, оно плавно уходит сюда. То есть, соответственно, если у нас здесь отечность, если у нас здесь, скажем, натяжение, да, помимо вот этих мышц, на лицевых, да, мышц, у нас здесь также присутствуют мышцы, также здесь двигается кровь, также двигается лимфа. Соответственно, почему зачастую вот я стал замечать, когда мышцы шеи, скажем, менее активны, отлично по себе, да, здесь кожа начинает немножечко как провисать, именно тугор кожи начинает теряться, да, эластичность, потому что наши мышцы шеи, как правило, не работают. Здесь называется у нас венозный угол, здесь также стоит застой, то есть малая подвижность, да, малая подвижность верхнего плечевого пояса, и соответственно образуется у нас венозный застой и лимфатический застой. Еще не стоит, обязательно нужно понимать о том, что как раз таки вот в этой области непосредственно у нас лимфа впадает в кровь, происходит процесс очищения. Вот это важно и вообще сам по себе очень участок. Поэтому практика очень простая, максимально простая. Есть такие вот движения, может быть даже многие женщины об этом знают, да, когда крем, допустим, наносится, вот такими легкими движениями, давить ничего не можно, вот такими легкими движениями мы разминаем, растягиваем. Можно также вот эту мышцу, которая находится сбоку, аккуратненько ее вот так вот протянуть, называется грудинная ключичница севидная мышца, аккуратненько с ней поработать. То есть тем самым мы облегчаем отток скопившейся жидкости лимфы, мы облегчаем именно ее отток. Так, вот теперь самое интересное, как нам посмотреть вопросы в группе. Вопросы в группе. Я извиняюсь. Ну, к сожалению, вновь поступивший вопрос я не смогу прочитать, потому что эфир будет прерываться. Если вы написали, сейчас, видел, сейчас поступило два или три вопроса, продублируйте их, пожалуйста, голосом в эфир, я с удовольствием на них отвечу. Вопросов пока нету. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос. По утрам отхаркивается слизь. Вот это утром. И когда я холодной водой обольюсь, я из ведра тоже обливаюсь по утрам, и у меня сразу прям комок получается. Это в легких же скапливается. От чего он там скапливается? Бронхи. Бронхи, слизь. Да, само собой. Не забывайте о том, что когда мы даже элементарно дышим сухим воздухом, вот сейчас, допустим, распространенная проблема, сам лично с этим сталкиваюсь, теплые полы. Не забываем о том, что воздух зачастую может быть пересушенный. Легкие должны находиться в состоянии увлажненности. То есть элементарно пересушенный воздух скапливается слизь, потому что легкие, скажем, себя очищают, да, и когда вы откашливаете, соответственно, вы очищаете свои легкие. Вот таким вот образом. То есть это все нормально, да? Безусловно, конечно, безусловно. Сморкаться, кашлять, это все, да, продукты, скажем так, очищения организма, это прекрасно, я бы даже более сказал. Я, кстати, по этому поводу, да, сегодня практику еще озвучу, очень интересно. Ну, отлично, спасибо. Пожалуйста. И, Алексей, я тут поняла, что самооценка, это вот из-за того, что вот грудь колесом, да, это все, все на эту тему, да? Что самооценка, это грудная клетка, да, надо разрабатывать хорошо. Вентиляцию. Ну, смотрите, смотрите, безусловно, да, на, скажем так, физиологическое проявление, да, скажем, психосоматики, да, заниженной самооценки, оно отражается именно на физиологии. И из практики я могу достоверно, да, подтвердить этот факт. Прям вот достоверно. Даже сами просто, сами проанализируйте, полученную информацию, она, скажем, очень легко поддается логическим объяснением. Когда человек испытывает, да, сутулиться, что, ну, мешок из проблем, грубо говоря, да, лежит, то есть низкая самооценка, там, тот что-то сказал, там проблемы на работе, там в семье проблемы, то есть груз, груз проблем лежит, да, соответственно, человек что начинает делать? Защищаться, то есть мир небезопасен, да, физиология наша сработана, именно в подсознание программа так заложена, эволюционно, что спрятать жизненно важные органы, то есть грудная клетка, сердце, внутренности, да, соответственно, организм их начинает заворачивать. И что у нас образуется? Сутулость. То есть все очень легко и просто. Ясно, спасибо. Пожалуйста. Значит, пока вопросов нету, я хочу с вами поделиться одной очень интересной практикой. Николичка хочет сказать. Николичка, ты мой. Алексей, привет. Подскажи, пожалуйста, вот смотри, я четко понимаю, что психосоматика, конкретно ангина, бывает ангина с потерей голоса на определенные ситуации. И если я предполагаю, что может такая ситуация возникнуть, как договориться, обмануть или еще какое-то слово со своим организмом, чтобы это не произошло? Шикарный вопрос, Вик. Благодарю. Смотрите, знаете, есть такое выражение, что организм нельзя вылечить, с ним можно только договориться. Также организм... Я выключу микрофон, эхо слышно. Также организм обмануть нельзя, с ним можно договориться, мозг можно обмануть. Элементарно, допустим, в гипнозе существует такое понятие, что я сам лично на практике это видел при обучении, когда человека гипнотизируют, дают прям луковицу, кусок лука, такой прям хороший, ядерный. Человеку говорят, держи кусочек вкусного, сладкого яблока. Человек под гипнозом, так как его мозг, убеждения заменены, то есть обмануты, простым языком, человек действительно начинает испытывать вкусовые качества, как от сладкого яблока. Мозг возможно обмануть, то есть мозг, скажем так, не воспринимает, как бы так, более доходчиво вам объяснить, то есть мозг можно обмануть той же самой визуализацией, то есть почему? Самое главное, мы можем представить себе и вплоть до полноты ощущений, вот в гипнотерапии я непосредственно тоже к этому привожу, что организм начинает испытывать ощущения, допустим, вы находитесь на берегу моря, вы лежите там на удобном шезлонге, вы слышите шум волн и прочего, то есть человек, особенно с хорошей визуализацией, с хорошим воображением, вплоть до тактильных ощущений может ощутить. Значит, конкретный ответ на вопрос. Первое. Что недосказали, что не выговорили, это раз. Почему оно там скопилось, почему оно там задержалось, то есть что-то, что внутри вам не давало, скажем, не находило выход, оно нашло где-то здесь и, соответственно, может также в ангину. То есть это недосказанность, это раз. Второе. Как можно обмануть, как можно, скажем, перехитрить? Либо не придавать значимости, да, скажем, тому, что вы хотите сказать, либо в конце концов поговорить и высказать. Не держать это в себе ни в коем случае. Вот таким вот образом. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Так, ну и что такое? Анна, говорите. Ну и что? Так, что-то она нос не включается. Да, я тоже не могу включить, Анна. Почему-то у нее не включается. Анна, попробуйте, пожалуйста, еще раз. Мы что-то включить не можем. Почему-то. Пока Анна включает микрофон, я зачитаю вопрос. Насколько вредно иглоукалывание идет проколы ауры или это не так? Елена задала вопрос. Проколы ауры. Ну, смотрите. В руках, скажем так, некомпетентного специалиста иглы достаточно грозные инструменты. Но существуют, во-первых, разные по длине иглы. И, соответственно, если ее, скажем, уколоть не туда, то, ну, в плане, допустим, меридианов, да, безусловно, можно нанести ущерб, можно нанести вред. Вот. С точки зрения физиологии, с точки зрения физиологии, пробить сосуд либо какую-то артерию, да, в принципе, невозможно, потому что организм, в любом случае, физиологически так устроен, он это уберет. Вот. Ну, опять же, лично из своей практики хочу сказать следующее, что иглы ставятся строго, строго в определенные места. Это раз. Второе. Обязательно специалист должен визуально смотреть место, куда он их ставит. Убедиться в том, что там отсутствуют сосуды. Это очень важно. То есть, нужно обязательно осознавать и думать головой, да. Как нас учили, обязательно надо думать головой, что ты делаешь. Ну, вот. Отдавать отчет себе, это прежде всего. А по поводу, что прокалывается аура, как бы, как бы, я честно хочу сказать, я лично с такой информацией не сталкивался, я ей не знаком. Вот. Лично мой такой вопрос, ответ. Так, ну, она у нас никак не включается, ни в каком варианте. У Анны просто очень много ограничений стоит, и она не допускает, чтобы ее включили в какие-то группы, либо еще куда-то. Поэтому мы не можем разрешить ей говорить. Потому что она много стопаков у себя сделала. Да, Елена хотела сказать. Леночка, если еще есть вопросы, говори. Добрый вечер. У меня вопрос по насморку, или он сейчас не относится к этой теме. Задавайте, задавайте, с удовольствием отвечу. Если у ребенка гайморит и постоянно насморк вот в течение года, вот это взять, если психосоматику, о чем это говорит? Елена, скажите, пожалуйста, гайморит или течение сноса? Это очень важно. Именно течение, как вода сноса, да, постоянно течет? Постоянно вода, да, и как бы сказали, что уже хронический гайморит, то есть это как бы вот, то есть он то обостряется, то не обостряется, то есть вот так вот врач сказал. Я сталкивался с таким вопросом уже. Скажем так, ребенка, как правило, да, что-то, что-то не устраивает, какой-то, скажем, микроклимат, да, внутри семьи. Это могут быть и недоплаканные слезы, это может быть подавление каких-либо эмоций, это может быть ребенок живет, скажем так, в состоянии недолюбленности. Вот. Безусловно, необходимо вообще посмотреть, ну, скажем, для полноты, да, для более такого грамотного, обширного ответа необходимо, безусловно, уточнить, вообще, какие сопутствующие факты, да, какие отношения в семье между папой и мамой, хватает ли любви, да, со стороны мамы. Почему? Потому что детки, как правило, начинают болеть по одной простой причине, им не хватает любви и внимания. Ну, конечно, безусловно, мы не будем брать, да, какие-то физиологические, там, причины, да, те же самые вирусные заболевания, либо когда там все детки, допустим, в садике болеют, да, вот, тоже, тоже, конечно, немаловажный факт, но необходимо все эти, как бы, факты учитывать. так, ну, пока вопросов нету, я вам расскажу очень хорошую практику, я с ней, с этой, с данной, так, Оксана поднимает, так, Оксана, говорите, Вечер добрый, Алексей, хотелось бы услышать еще про герпес, психосоматика герпес, да, 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 психосоматика герпеса, вы знаете, честно, их на практике не сталкивался, но смотрите, в принципе, любые кожные заболевания, любые высыпания, любые, скажем, прыщи, любые именно, вот, допустим, дерматиты, да, это говорит о том, что человек абстрагируется от внешнего мира, то есть, скажем так, визуально себя делает менее привлекательным, это может быть стеснение, это может быть какая-то закрытая, да, именно закрытость к взаимодействию, к коммуникации, может быть, человек считает себя недостаточно, может быть, красивым, симпатичным, да, ну, самооценка, скажем так, немножечко, не то, что страдает, да, немножечко занижена, может быть, недооценивает себя, вот так более правильно сказать, то есть, своего рода закрытость, да, ну, организм пытается, скажем так, устранить, да, внешнюю привлекательность с какими-то хожными высыпаниями, какими-то атопическими дерматитами, вот у меня была клиентка, допустим, у нее были серьезные достаточно проблемы с супругом, вот, в плане именно сексуальных, да, отношений, ну, все мы люди взрослые, да, я думаю, можно открыто на эту тему говорить, вот, ну, скажем так, она к супругу не испытывала, да, каких-то теплых чувств, и у нее на этой почве появился именно дерматит по всему телу, вот таким вот образом наш организм, скажем, защищается. Благодарю. Во благо. Так, Надежда, я нажал вам. Здравствуйте, Алексей, скажите, пожалуйста, вот у меня ребенку пять лет, с трех лет постоянные вирусные заболевания переходят в бронхоспазмы, связано ли это как-то с психосоматикой, и можно ли это убрать, чтобы вот эти все вирусные, чтобы она не переходила дальше, чтобы это было как у других детей, там, под насморк, и на это заканчивалось. Спасибо. Побудьте, да, благодарю. Побудьте, пожалуйста, на связи, у меня к вам встречный вопрос, ребенок залюбленный или недолюбленный? Только честно, себе отвечаете, не мне. Скорее, за, чем мне, да, мне кажется. Залюбленный? Может быть, да, возможно, да. А теперь встречный вопрос, а вы ребенку разрешаете проявляться? Или гиперопека идет? Очень стараюсь, чтобы не гипер, возможно, возможно, в чем-то останавливается. Очень стараюсь, да. А теперь задайте себе вопрос, переходят в легочные заболевания, а вы ребенку кислород не перекрываете по-тихому на проявление? Своей заботой, своей любовью, туда не лезть, сюда не лезть. Знакомая ситуация, отзывается? Отзывается. Есть такое, да, наверное. Я ответил на ваш вопрос? Спасибо. Я направил, куда вам действовать? Да, да, на то он и ребенок, понимаете? Я как-то слышал, я сам отец двух прекрасных дочерей, у меня старшей дочке 16 лет, младших 10, вот, для меня новость была недавно, да, что моя старшая дочка встречается с молодым человеком, ну, я был ей приятно удивлен, вот, ну, жизнь, как говорится, двигается вперед, я кайфую от этого, да, что у меня такая уже старшая дочка, большая. Так вот, про фразу, наша основная задача научить наших детей жить без нас. Я ее слышал от одного очень, ну, и уважаемого психолога, есть такой Александр Шахов, я не рекламирую сейчас, ни в коем случае, это не реклама, это не коммерческое приложение, чтобы, да, не заблокировали, но так и есть по факту, согласитесь. Давайте я практику сейчас расскажу, практика очень интересная, она действительно действенная, особенно, кстати, что касаемо маленьких деток, ну, как маленьких, да, которые самостоятельно могут выполнять эту практику, я очень ее хочу вам порекомендовать, сам лично ее испробовал. Значит, врачи, как правило, говорят, да, когда у нас либо не отхаркивается мокрота, я слышал какую-то такую фразу, что надувать шарики, вот, наверное, вы тоже неоднократно с этим сталкивались, значит, практика следующая, обычная трехлитровая банка наполняется водой чуть больше середины, вот, для того, чтобы, скажем, при бурлении, да, вода не выливалась, берется трубка, вот, трубочку можно взять, в принципе, ту, через которую пить сок, и начинайте туда, прям, активно дышать, дышать до того момента, пока у вас в легких, да, не останется абсолютно никакого воздуха, прям максимально выдыхать, животом, грудью, максимально всем, чтобы максимум просто выдавить из себя этот воздух, и старайтесь это делать, ну, как минимум, хотя бы раз 30-50, вот, ну, значит, безопасность при выполнении этого упражнения, я вас обязательно призываю к этому, чтобы вам, так как будет, да, скажем, минимальный уровень кислорода в крови может упасть, чтобы не закружилась голова и ни в коем случае не получить травму, вот, делайте все осознанно, отдавайте себе отчет, да, как взрослые люди, что вы делаете, если вы делаете эту практику с маленьким ребенком, то обязательно, конечно же, присутствуйте, контролируйте процесс, вот, если будут вопросы, как бы, да, написать по этому поводу, вот, практика максимально простая и максимально эффективна, вот, и еще есть такая практика, тоже, я сам на себе лично применял, называется техника дыхания квадрата, вот, опять же, для успокоения нервной системы, сердечно-сосудистой системы, вот, называется техника квадрата, это когда мы на 4 счета делаем вдох, на 4 счета делаем задержку, на 4 счета выдох, на 4 счета опять задержка, вот, как правило, лично я успокаиваю, скажем, после там 10 циклов уже такого дыхания, вот, состояние значительно уже, скажем, меняется, задавайте вопросы, вопросов нету, ну, пожалуй, тогда, надежда, говорите, не говорите, вот, надежда включил, слушаю, Добрый вечер, Добрый вечер, Алексей, благодарю за эфир, очень ценно услышать ваше мнение, сколько себя помню, с детства страдаю гипергидрозом, это повышенная потливость конечностей, ну, в принципе, так, наверное, всего тела, с чем это может связано быть именно, ну, психосоматика, как вы считаете? Скажите мне такой вопрос, проверить, до обследования делали, где-то, судя, с той дистонии исключили вас? Ну, делали, сказали, все хорошо, такая особенность организма, да. Именно, вот, именно конечности, то есть, получается ладошки и стопы на ногах, правильно, то есть подмышки и, как правило, тело относительно в удовлетворенном, да, состоянии? Да, 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 именно ладошки? Да. Ну, ответьте на такой вопрос сами себе, да, изначально, а как у вас с проявленностью? Именно с проявленностью, именно разрешаете ли вы себе максимально проявляться, то есть, страх, стыд, стеснение? На самом деле, это достаточно распространенные, скажем так, ограничивающие убеждения. Присутствует такой момент? Да, присутствует, работа над этим, вот. Смотрите, даже, да, давайте просто, вот, скажем так, да, вместе с вами ответим, да, совместно на этот вопрос. Когда вы начинаете нервничать, ладошки ведь больше начинают потеть, Да, но эта потливость, она проявляется не только, когда я нервничаю, просто даже могу, просто вот даже лежу на траве, отдыхаю, у меня расслабленное состояние, вообще ни о чем не думаю, не то, что мне там стало жарко, еще что-то, и вот, это случается, да. Ну, еще знаете, что очень важно? В этот момент, когда вы лежите, да, расслаблено, о чем вы думаете? Вот. То есть, тут вообще, как бы, необходимо, безусловно, конечно, посмотреть, не то, что посмотреть, да, разобраться в подсознании, очень важно, понимаете? То есть, могут быть, скажем, скрытые программы, те, которые, о которых вы даже можете не узнавать, да, которые, скажем так, по умолчанию записаны и проявляют свое личное поведение. Тут очень, такая работа, ну, как бы, вот в данном направлении, да, я вам скажу, я путь немножечко указал, если более подробно, безусловно, конечно, там, там, там бы желательно даже забраться. Благодарю вас. Благодарю. Во благо. Во благо. До свидания. Все добро. Так. Вопросов? Вопросов более нет, да? Если вдруг вопросов ни у кого нету, тогда мы будем завершать эфир. Вот. Если вопросы возникают, пожалуйста, пишите в группу. Я с удовольствием на них готов ответить. Так, Андрей. Ага. Да, Андрей, слушаю вас. Андрей. Алло. Алло. Да, здравствуйте, говорит. Да, добрый. Слушайте, такой вопросик. Вы, наверное, уже частично ответили на этот вопрос, но мне бы хотелось все-таки, мало ли, что-то новое скажете. Смотрите, на тело бывает высыпание большое, бывает маленькое. И оно само себе как-то регулируется, то появляется, то пропадает. В районе сердца, сбоку, с левой стороны, грубо говоря, вот как вот. Я думаю, правильно объяснил. Типа как, типа, а-ля такой, ну, я бы сказал, как притер, то есть, ну, понимаете, как кожу притер, либо а-ля лишай, только вот, как линейка, грубо говоря, от бока к грудной клетке. От бока к грудной клетке до середины? Ну, да, получается, от бок до грудной клетки. Ну, как раз. Андрей, тебе сразу встречный вопрос. Проходит сам по себе, либо что-то предпринимаете? Вот, еще важно. Ну, слушайте, ну, понятное дело, что-то предпринимаю. Как бы я много чего предпринимаю, но так вот разобраться, что именно и как влияет. Ну, сами понимаете. Ну, смотрите, да, по поводу психосоматики, как бы, да, я говорил уже. Вот, второй момент. Сами себе, да, еще задайте такой вопрос, за собой, да, проконтролируйте. В каких случаях возникает? Может быть, при контакте, допустим, с кем-то, да? Не будем, да, вдаваться в подробности, с супругой, с девушкой. Может быть, при общении. Да, может быть, при общении с кем-то из людей. Вот, то есть, своего рода организм может, скажем так, защищаться. Вот. И моя личная рекомендация, да, как бы, я не могу, да, советовать, там, говорить, назначать. Вот, я могу порекомендовать. Конечно же, желательно этот момент еще показать все-таки специалисту. Почему? Чтобы исключить опоясывающие лишения. Понял. Как бы, я просто, да, хотел бы просто, ну, так, порекомендовать. Вот. И обязательно, да, проследите, вот, прям вспомните тот момент, это очень важно. Допустим, может быть, при общении после какого-то человека, с каким-то, вернее, человеком, да. Может быть, какая-то ситуация у вас была. Может быть, то есть, на что, грубо говоря, да, он проявляется, ну, что идет реакция, скажем так, от чего он защищает, да, ваше тело. Тем более, в районе сердца, как бы, да, ну, скажем так, зона коммуникации, зона открытости. Я думаю, что я вам направление задал, как бы, да, если будут вопросы, с удовольствием на них отвечу. Понял, благодарю. Алло. Так, ну что, вопросов, вопросов не поступает, да? Да, будем завершать. Единственное, сейчас по Андрею скажу, что у Андрея была ситуация в мае предыдущего года, которая сыграла, не предыдущего, вернее, а два года назад, которая сыграла главенствующую роль в том, что у него сейчас происходит, вот, что выкидывает его организм через тело. Вот так вот, Андрей. Как-то так сейчас покажется. Безусловно, конечно. Скажем так, ограничивающие убеждения, да, связанные с какой-либо морально-психологической травмой, да, оно же в любом случае у нас отражается, запоминается и прописывается на клеточном уровне, и в обязательном порядке оно сохраняется на уровне подсознания. Поэтому, безусловно, конечно, если такой факт имеет место быть, то хотелось бы порекомендовать провести более глубокую работу, да, и непосредственно на уровне уже подсознания. То есть там на самом деле очень много всего интересного скрыто, и там просто такой бывает, скажем, затор, о которых человек даже не подозревает, что темы финансов, темы энергии и прочего, и прочего, человек начинает думать, да, почему вроде бы я все правильно делаю, у меня нету, допустим, там, мне тяжело вставать по утрам, мне тяжело уснуть, я же вроде бы спокойный, вот у меня тоже клиентка, она говорит, я же не нервничаю, а сама сидит ногой дергает, да, я же, говорит, не нервничаю, вот, я видишь, я спокойный, говорит, Алексей, у меня все хорошо, вот я тебя знаю, я не переживаю, да, вот, а ногой дергает, я говорю, у тебя получается вегетативная система, да, она у тебя работает сама, то есть это, есть система, скажем так, организма, которую мы можем контролировать, да, а есть система, которую мы не контролируем, вот и все. То есть та же самая, допустим, да, парасимпатическая нервная система, она все равно дает реакцию, вот, и она как раз-таки контролируется именно под сознанием. Все, тогда будем завершать эфир, благодарю всех, кто задавал вопросы, кто внимательно слушал. Все, как говорится, во благо, всем всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok